всем привет друзья меня зовут женя кулаковский сегодня у меня берут интервью в танцевальном центре ddc город непр поэтому пожалуйста досмотрите мое интервью до конца я люблю очень много договорить наберитесь терпения возьмите печеньки и чаёчек погнали расскажи о своем пути как стал одним из топ хореографов украины а как же влиятельной личностью в мире танцев вы знаете наверное у меня не совсем стандартная ситуация пути дело в том что я начал заниматься танцами в 16 лет в одиннадцатом классе это были больные танцы соответственно мои сверстники уже были в то время профессионалами поэтому у меня возникли некие комплексы и проблемы с тем что вот я такой вот только начал а рядом стоят практически уже готовые профики вот и у меня сработал наверное такой важный фактор и личная личный фактор это сила воли вот это вот а почему нет почему не я и в общем это сработало мне помогло в моем трудолюбии короче я начал танцевать танцевать и работать работать над собой потом этой работой произошли много много событий и фактов которые повлияли на дальнейшую так сказать карьеру поэтому подытожить свой путь то что мне это давалось не так уж легко потому что я начал поздно и но это и помогло тем что меня мотивировало что там типа я должен я должен научиться я должен это и короче это хорошо почему я так говорю потому что по сравнению с моими учениками которые занимаются уже с детства у них пропадает эта мотивация как раз в 16 лет когда у меня эта мотивация появилась и очень жалко что 16 годам они уже научились танцевать они уже готовые танцоры которые вот уже берите и побеждайте и ставьте крутые постановки ездите по фестивалям они просто берут и уходят из танцевальной индустрии это это жалко как стал одним из топ хореографа украины перед тем как стать топ хореографом украины нужно стать вообще-то хореографом украины начинает с малого стань хореографом а потом там уже для любви должно принести свои плоды от влиятельной личностью в мире танцы влиятельной личностью думаю что первое что должно быть это ваша личная философия и быть открытым другим философиям то есть перевожу иметь свой опыт и учиться у других вот и все не знаю насколько влиятельно это вы сами назвали мне влиятельным я так себя не называю хороший педагог и хороший танцор главное отличие ну во первых это два разных слова педагог и танцор они пишутся по-разному вы это видите второе педагог это тот кто учит танцевать танцор это тот кто танцует можно много говорить об этом я думаю что уже вам тренера сказали или вы друзьями общались педагог это учит танцор танцует если вы хотите это все объединить то есть быть и педагогом и танцором то вам нужно в два раза больше времени вот и все что изменилось в танцах и танцорах за последнее время 21 век уже даже на четверть до 21 века вот в этом году уже четверть 21 века прошла на мир развивается с сумасшедшими темпами все индустрии вырастают вверх технологии поражают в том числе и танцы танцы всегда был колоссальный рост даже сравнить с тем временем когда я начинал учиться и смотрел видосы по ютубу это были одни танцы сейчас это совсем другие все короче улучшается улучшается меняются тенденции все каким-то образом соединяется синтезируется получается гибридные это вещи то есть люди сейчас вдохновляются одним и это вдохновение переводят в свое какое-то свое видение и таким образом все растет вот тут то важно хороший вопрос как это изменилось и в чем прикол наверное в том что вы эти тенденции принимаете применяете и там им соответствуете и еще в итоге дополняете тогда мне кажется вы будете в теме потому что есть многие танцоры наверное это просто называется слово время когда вот вы были при одном поколении потом уже вышло другое поколение танцоров которые совсем другой по-другому думают олды и нюскульчики да если вы хотите вы будете и там и там как себя мотивировать как мотивация это одна из самых сильных вещей в танцах вот как себя мотивировать короткий совет у меня есть пару приемов точнее пару слов которые я себе говорю перед выходом на сцене и у меня включается танцевальный режим вот так если называются режим танцора бум поехали вот поэтому придумайте для себя подумайте что для вас важно это может быть слово словосочетание это может быть какой-то случай может вы себе говорите какие-то комплименты например да я вот часто слышу что нужно себя хвалить там по заслухам сегодня там первое место занял я молодец сегодня посетил мастер-класс я молодец 10 лет танцую я молодец вот может для вас это сработает а так индивидуально это для у каждого свое вот мотивирует люди мотивирует музыка мотивирует кстати вот у меня сын родился у меня кстати появилась хорошая мотивация не знаю как это объяснить не то что я там танцую ради сына но как-то вот события в жизни они влияют и ты такой все это я танцую так три напутствия танцором в начале пути если ты только начал танцевать вот месяц потанцевал два-три год наверняка ты засматриваешься на топовых танцоров и мечтаешь быть им первое наберись терпения терпение второе прими себя то что ты анализируешь сегодня за первый месяц я научился этому 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 дальше мне нужно научиться этому 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 через год ты тоже проводишь анализ и таким образом ты просто накапливаешь свои навыки то есть не спеши анализируй и третье научись при при всех этих тренировках раз там расстраивание то есть расстраивание я между если ты короче если у тебя плохое настроение там из-за того что ты что-то не станцевал просто получаю удовольствие получаю удовольствие того что ты тренируешься это немаловажно это тебя будет двигать вперед смотри настрой такой если ты думаешь сейчас я пойду на тренировку блин там опять час фу надо будет работать отжиматься там качать одно и то же или ты блин сейчас я пойду на тренировку когда уже там два часа хочу на тренировку скоро куплю себе новую шмотку чтобы не танцевать вот этот другой настрой терпение анализ получать удовольствие как стать лучшим в своем деле у меня есть такое правило делать все на лучшем образом насколько ты можешь я подметаю полы и я максимально хорошо их подметаем насколько я могу я ставлю хореограф я максимально хорошо попытаюсь сделать все для того чтобы поставить ее максимально хорошо не на наилучшую просто хореографию а именно про себя вы говорите что как насколько ли я могу потому что лучше это вы никогда не поставить в лучшую хореографию потому что это настолько неопределенно лучшего что такое лучшая хореография как стать популярным напишите в инстаграм воли бузова спросить этот вопрос за что ценят танцора в работе приказ за что я если работаю с танцором мне нравится танцоры которые сфокусированы то есть я разговариваю с ними или я разговариваю даже не лично с ними а в аудиторию до команде что-то объясняю человек это понимает он сфокусирован он слышит меня второе учит хореографию быстро воспроизводит выполняет задачи и третье третье стоит ценю в работе позитив опять же получать удовольствие от процесса о том что мы вместе танцуем но и друг друга учиться да то есть не всегда хочется делать начальник и подчиненный типа я хореограф let's go работаем фу это ну в танцах это как бы как вам сказать это танцы это не работать у нотариуса знаешь подписывать все это вот танцы ты вот общаешься с людьми находишь какие-то компромиссы какие-то вот сути и процесс весь рабочий у вас просто на позитиве ты получаешь от этого кайф и такой ну что в следующий раз тополе умолну следующий раз давать такое же замутим с вами был юджин кулаковский надеюсь хоть чуть-чуть вам это интервью что-то открыла развивайтесь получаете удовольствие от жизни танцуете вам крупно повезло если вы танцор вам очень крупно повезло никто так не кайфует в жизни как танцор ну может быть певец и художник и артист разговорно жадно все творческие профессии крутые